Как я уже сказал, неделю назад у нас была группа с Норвегией, и не могу сказать, что все прошло отлично. Несколько человек были, которые сказали, мы этого не понимаем. И это нормально. Я думаю, что мы находимся в том месте, где мы смотрим и должны кое-что получить. Потому что Божье желание благословить нас в нескольких направлениях. И я, как лидер общины, я чувствую действительно в последнее время, что нам нужно вмешательство Святого Духа. Но у нас есть многие люди, которые когда-то получили раны от, так сказать, надуманных разных вещей. Фальшивых вещей. Поэтому мы в этом направлении двигаемся достаточно осторожно. Но мы хотим больше помазания Святого Духа. И неделю назад одна из истории, то, что произошло, я расскажу. У нас одна девушка была, у нее проблемы были со спиной, пять лет где-то она страдала этим. И кто когда-то испытывал проблемы со спиной, знает, насколько это мешает в каждодневной жизни. И группа норвежцев помолились за нее, и все прошло. И она вернула свой город, она не из Хайфа, она на юге живет. И она позвонила и говорит, все вернулось. Наши люди и наши молодые еще раз помолились за нее, хотя она здесь не присутствовала. И она позвонила, потом сказала, все окончательно прошло и не возвращается. И одна женщина ко мне подошла, сказала, что очень много лет страдала болями в шее, не могла повернуть шею, и все прошло. Я хочу сказать, я их позвал, эту группу сюда, не потому что у них какие-то великие прославленные имена. Они простые, молодые люди. И сделали это так очень легко и просто. Без излишнего пафоса. И я чувствовал, что это работало. Я не знаю, в каком направлении Бог поведет нас, но я желаю нашей общине большего помазания Святого Духа. И сейчас мы продолжим учить ту недельную чтение, которую мы прочитали. Мы находимся в Левите. И я дам три небольших урока. Из недельных чтений на горе и мои законы. Есть люди, которые говорят, но эти вещи писались 3-4 тысячи лет тому назад. И они сегодня для нас не особо актуальны. И могу сказать, что с определенной точки зрения это правильно. Но с другой точки зрения мы очень многому можем отсюда научиться. И также практические вещи. И если мы на все Писание будем смотреть через призму Нового Завета, мы видим, что странные для нас вещи, которые произошли в прошлом, и мы их особо не понимали, вдруг они обретают смысл. И поэтому первый урок это шмита, это юбилейный год. Это не юбилейный год. Это отдых на земле. Не знаю, как на русском. Мы живем здесь в городе, что мы или фамим шнат шмита. Это не юбилейный год. Как это? Шнат шмита. Ахаре шесть шаним шесть лет. Не все земледельцы, но кошерные земледельцы. Шесть лет работают, а седьмой год прекращают работать. И сами религиозные верующие и лидеры, не особо у всех есть определенное мнение, как это делать. Похоту יותר москемим, кше יותר михет, кило, а комут хагадоль шел ягудим гарим ба арец, а ссерых ласот это шмита. Большой процент живущих в Израиле верующих евреев согласны с тем, что нужно соблюдать шмиту, седьмой год. Кше ров шел ам Исраэль хазар ле арец. Когда когда с рассеянием евреи вернулись сюда, в Израиль. Большинство уже жило здесь. И поэтому, если мы посмотрим на саму заповедь и что здесь написано, заповедь говорит нам шесть лет работы на земле и делай все, что тебе нужно. А седьмой год остановись. И в шестой год у тебя будет достаточно урожая для того, чтобы прокормить себя весь седьмой год и может быть даже восьмой, девятый. есть очень много разных мнений, даже статистик по поводу этого вопроса. Многие говорят, можно. Но здесь имеется в виду не только сельское хозяйство. Здесь Господь нас возвращает в дни прежние, в дни творения. И там действовал шесть дней работы и седьмой день Господу Богу Твоему. Для человека, для человеческого организма достаточно неделю, шесть дней работать и седьмой день отдыхать. А для земли требуется шесть лет работать и в седьмой год, чтобы земля отдыхала. И сохраняется тот же принцип. Поэтому для человека посвятить седьмой день шаббат Господу. Это не то, чтобы мы остановили всю нашу деятельность. Но мы не работаем, мы не делаем никакую работу, за которую нам будут платить. Мы как семья можем собраться вместе делать какие-то простые вещи. Но этот день мы посвящаем Господу. И согласно тайне в книге бытия, это не связано с... Это похоже на машину и на заправку. Ты ездишь, 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 и потом, когда у тебя заканчивается бензин, тебе нужно заехать на заправку и заправиться. Там, в райском саду, что-то поламалось. человек отделился от Бога из-за своего греха из-за греха и и когда мы, как народ Израиля соблюдаем эту заповедь и останавливаем нашу любую работу в шаббат, то что-то происходит с сердцем. В это время часы не останавливаются и продолжают работать. И электричество действует. Но каким-то образом небеса приближаются к земле. Если ты готов открыть свое сердце перед Богом, то ты получишь от Него. принцип связан с седьмым годом. Я слышала интересное мнение. Помните, в Бытие рассказывается про Каина и про Авеля. Авель был пастухом. А Каин был земледельцем. И кто знает Иврит, там написано слово работник не свав. Там написано как раб. То есть он стал рабом этой земли. Иногда мы тоже переживаем своей жизни. Иногда люди становятся не работниками на своей работе, а рабами на своей работе. Им нравится это. Они хотят что-то делать. поэтому весь этот седьмой год дан был для того, чтобы отделить их от этого рабства на земле. мы здесь в основном все новые репатрианты и мы в основном все живем в квартирах и у нас нет прямого контакта с землей. Но я знаю очень многих людей, которые живут на земле, у которых частные дома. Им нравится их земля. Они готовы там работать много земли. Я знаю одного человека, он живет на севере. У него есть несколько дунамов земли. Он ненормальный. Нормальный, но фанатичный. И он настолько привязанный, говорит, это моя земля, что это становится, переходит границы. С одной стороны, у нас есть заповедь от Бога, возвратите свою землю. Захватите эту землю. Возьмите, пустите корни, купите квартиру, купите дом, устройтесь на этой земле, я этого всем желаю. Но примите это как подарок от Бога. Но его не нужно менять на эту землю. Поэтому нам дал седьмой год. Чтобы Господь мог остановиться от того, чтобы работать на этой земле и посмотреть на него. сейчас, когда мы живем в современном веке, для многих вся эта связь с землей не сильно актуальна. здесь есть работники сельхозяйственного сфектора или нет вообще? Мы в другом месте работаем. мы тоже слышали такое слово шаббатон. Кто слышал такое слово шаббатон? Учителя в школах обычно после шести лет работы берут год шаббатон. Люди, которые очень много работают с другими людьми, тоже берут седьмой год отдыха. Хотелось бы каждому иметь отпуск годовой в седьмой год, но не всем это доступно. То есть весь вопрос в том, что ты оставляешь свою привычную жизнь и переходишь к другому роду занятий. Я говорил с учительницей моего сына. Она взяла для себя шаббатон. Она говорит, когда я целый год сделала перерыв и не работала с детьми, я вернулась с новой мотивацией. Почему я углубляюсь в этот вопрос? То, что происходит, мы во время Сферат Омера читаем эту недельную главу. Сферат Омера это 50 дней от Песоха до Шаву и это недельная глава так получается что мы читаем в такие дни. Когда примерно прошло 40 дней с воскресения Ишуа и где-то на 40 дней он поднялся на небеса. И здесь он готов людям и вот он обещает своим ученикам что вы ждите в Иерусалиме и получите обещанного Святого Духа. весь концепт здесь он подхож. Вы были заняты материальными вещами а теперь посмотрите на небеса и мы живем в это время. Если мы посмотрим в пророках в Танахе был мужчина по имени Амос и он был пророком есть книга такая Амос и Амос в своих высказываниях достаточно жесткий Если вы откроете и прочитаете книгу пророка Амоса сделайте это дома там написано что вы получите наказание вас постиг такое наказание и он бы наказал весь мир и настолько был жестким человеком что один из советников царя приходит к Амосу и он говорит послушай ка пророк иди домой мы не хотим чтобы ты здесь пророчествовал потому что нам надоели все твои обвинения и вдруг Амос говорит следующие слова в седьмой главе в четырнадцатом стихе Амос отвечает ему по-русски Амос отвечал не пророк я не из рода пророков на русском написано так в иврите там смысл другой немного написано что я не пророк я не сын пророка я пастух я хозяин пасту он не был пастухом который работал на кого-то он сам паст свои стада которые ему принадлежали то есть он богатым человеком у которого было очень много пастбищ и на них паст и по человеческой природе этот человек должен был любить то что у него есть потому что у него большое имение и все принадлежит ему но господь забирает его от материальных вещей и приводит его в то место где он осуждает и обвиняет все материальное и что он говорит он говорит вы не соблюдали седьмой год и поэтому земля будет отдыхать 70 лет за все свои субботы а вы эти 70 лет будете находиться в вавилонском пленении и здесь это тоже каким-то образом указывает на нас мы живем здесь на этой земле есть у нас вещи которые мы любим и они нравятся и иногда когда мы хотим сделать ремонт дома мы хотим взять какой-то курс для того чтобы продвинуться в нашей профессии и сделать карьеру но наша проблема то что часто мы не знаем баланс сохранять если мы прыгаем в этот бассейн то уже до конца и вот есть призвание очень ясное в этой недельной главе написано остановитесь и посмотрите на небеса не будьте рабами ни для кого помните было колено Левина или даже священники сыны Аарона у них не было никакого имущества почему для того чтобы они своим сердцем не прилепились никакому имуществу а полностью принадлежали Господу я хочу немножко сократить вся слова которые я говорю это для того чтобы одним словом мы поняли что нам нужно искать Бога чтобы вернулись к тем словам которые Иешуа сказал своим ученикам ожидайте Святого Духа и примите помазание и будете мне свидетелями до края земли я очень верю что мы живем в исторический период времени когда Господь обновит помазание на русском есть такое выражение не пропустите последний поезд я думаю что этот поезд который двигается он отождествляет движение Святого Духа и нам нужно не пропустить последний поезд дополнительная часть написана написана в Левите 25 главе с 8 по 10 стих я хочу прочитать и насчитайте себе 7 субботних лет 7 раз по 7 лет здесь говорится про года не про дни и получается 49 лет и и вострубить трубою на 7 месяц в 9 день месяца в день очищения вострубить трубою по всей земле вашей и осветите 50 год и объявите свободу на земле всем жителям ее да будет это у вас юбилей и возвратитесь каждого владения свое и каждого возвратитесь в племя свое что такое юбилейный год согласно тому что здесь мы читаем в Торе это прощение человек работал и что-то у него не получилось и он залез в долги он пошел в банк и взял суды или хотел выйти из долгов и поэтому продал свою землю здесь есть заповедь ему все возвращается и спрашивают тогда если у нас есть такой ясный закон почему когда мы идем в банк и берем суды то проценты получаются высокими здесь вообще не говорится про проценты к сожалению это одно из нарушений Торы которые происходят в нашей стране но не все кстати там против закона потому потому что здесь говорится про бедного человека когда бедный человек хочет занять немного денег для того чтобы немножко выкрутиться из трудного положения здесь не говорится про человека который хочет может позволить себе взять квартиру берет машканту но все что здесь написано то есть здесь возвращают землю человеку которому она раньше принадлежала или прощают долги в этот год и также люди возвращают свое имущество они возвращаются в свои дома например если кто-то продал свой дом то человек которому он продал в 40 50 год возвращает ему ключи и говорит возвращайся это твое потому что это твое наследство многие года когда Иешуа бен завоевал землю Израиля и также было освобождение из рабства в других местах мы читаем что иногда человек продавал себя в рабство по своему желанию его тогда ему протыкали ухо но были люди которые из-за своей бедности впадали в рабство но написано здесь неважно по какой причине ты стал рабом в этот год юбилейный ты должен быть свободным к сожалению у меня нет информации точной действительно ли Израиль в древние дни действовал по этому закону но в Новом Завете мы учимся чему-то очень интересному в Евангелии от Луки мы учимся что Иосиф и Мириам и Мириам была беременная они возвращались в Ефлеем почему они возвращались в Ефлеем они жили в Нацерете потому что это было домом Иосифа и римский кесар приказал чтобы каждый возвратился в свое наследие и когда они вернулись туда там родился Ишуа и про Ишуа написано что Он приходит для того чтобы искупить нас простить грехи и отпустить нас рабство на свободу И написано в Левите 25, что если человек был бедным, очень бедным, даже не подошел к 50-й год, если его близкий родственник хотел отпустить его и заплатить за него деньги, то его человека, этого родственника, называли Искупитель. Искупитель от слова Искупление. И отсюда юбилейный год на Иврите, это, конечно, более понятно. Возможно, невозможно, это не очень понятно, но весь смысл, что когда Иешуа родился, он родился в то время, когда все люди возвратились в свое наследие по Побелению Кесаря. И он родился, и он стал тем, который искупил и освободил, потом отпустил всех на свободу. Я уже говорил это сегодня. Я слышал, как Раввины в Смеясь говорят, этот Иешуа, он мистический искупитель. Он освобождает нас только от внутренних проблем. А то, что написано про Машиаха, он должен был быть политическим освободителем. И они ждали Машиаха, который придет и освободит Израиля от всех врагов вокруг. Но правда в том, что Машиах похож на Моше. И Моше сделал минимум три вещи. С одной стороны, он как политический лидер вывел свой народ из Египта. Но второе, это не связано никак с политикой, и он передал народу Израиля Тору. И Тора была откровением с небес, которая зашла в физический мир. И мы через откровение Моше, люди, которые являются плотью и кровью, через Тору мы соединились с духовным миром. И написано, что он освободил нашу душу от египетского рабства. Поэтому таким же образом действует и Иешуа. И его действие немного другое. Он начинает платить наши грехи его своей плотью и кровью. Святой Дух, которому Он посылает нас и отпускает нас от рабства на свободу. Но мы учим так же, что в один день Он вернется и будет править как политический лидер на троне Давида. Поэтому юбилейный год, когда Он придет, когда Он придет еще раз, очень трудно посчитать. Когда Иешуа вернется, Он нам точно расскажет. Но сегодня мы можем жить в этом юбилейном годе из-за искупления, из-за той жертвы, которую Он принес роди нас. Я понимаю, что я говорю сегодня немножко сложными понятиями, но это не я выбирал эту недельную главу. И последний пункт, я уже прочитал вам, написано, что если вы будете слушать Меня, то Я благословлю вас. Если не послушаете, получите проблемы. Мы слышали здесь свидетельство от Паула. Мы посмотрели, как это работает. Целое правительство, целая большая страна слушают, получают благословение. Не слушают, получают наказание с небес. И что мы здесь учим? Нам нужно искать Духа. Но также ждать того, как Господь благословит нас. Если мы верим в большие вещи, но наша жизнь подобна жизни свиньи, мы получим грязь. Но если мы можем подогнать наши дела в этот великий мир, который открывает нам Маше, мы можем совершать прекрасные дела и видеть благословение в нашей жизни. Я на этом хочу завершить. И хочу помолиться. Мы все встанем и скоро вынесем свитки Торы. Небесный Отец, как написано о соблюдении седьмого года, Я молюсь, чтобы мы могли приблизиться к Тебе и пережить это помазание Святого Духа. Я также молюсь, что все действия, которые Иешуа совершил ради нас, Он провозгласил о себе юбилейный год. Чтобы это искупление, этот юбилейный год исполнился в нашей жизни. И чтобы мы могли быть светом. С правильными заповедями и правильными делами. Я молюсь, Господь, чтобы Ты воодушевил нас быть светом. Я молюсь, Иешуа Машеха. Амин. Субтитры подогнал «Симон»!